Губернатор Приморья осмотрел ход строительства культурно-образовательного комплекса во Владивостоке. На рабочем совещании обсуждалось увеличение числа работающих на объекте людей, привлечение новых компаний, в том числе из Китая. Объект президентского внимания, президентского контроля строится по его поручению. Бездомно открывать его будет наш предмет Владимир Владимирович Путин. Конечно, участие китайских специалистов было бы очень важным знаком. Не исключено, что в 2025 году может приехать и председатель, например, Си Цзиньфин, и они вместе могут открыть этот уникальный объект. Строительство монолитного каркаса культурно-образовательного комплекса на сопке Орлиное гнездо в столице Приморья выполнено на 94%. Уже залито 67,3 тысячи кубометров бетона, а самая высокая отметка строящегося объекта достигла 45,9 метра над уровнем земли. Объект достаточно большой, больше 76 тысяч квадратных метров. Практически выполнены все бетонные работы. Сейчас идет где-то уже инженерка, и поэтому задача сейчас привлечь как можно больше компаний, которые будут выполнять инженерные работы, которые будут выполнять отделку, машинарию, сцены, монтаж технологического оборудования, вентиляционного. И поэтому мы сейчас работаем и с СИБ-инженерингом, кто уже работал здесь на объектах и социальных, и спортивных, объектах здравоохранения. Компания обладает большим ресурсом, порядка 500 человек у нее есть. Она будет заниматься здесь учебным центром. Ну и мы пригласили как раз коллег из Китайской Народной Республики. Это государственная холонзианская строительная компания. Ей будет отдан зрительный зал. Сейчас прошли все вопросы согласования, посмотрели непосредственно саму площадку. В течение двух недель пройдет подписание договоров, утверждение расценок, объемов работ. Объект станет флагманом и очагом культуры для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. У нас уже в первую очередь построено это хореографическое училище, музыкальное училище, образовательная школа на острове Русском, где будут готовиться ребята с тем, чтобы здесь уже выступать непосредственно и в балете, в опере, с тем, чтобы и в симфоническом оркестре. Поэтому сочетание возможностей получить образование и в дальнейшем иметь работу, выступать здесь, гастролировать, что в нашем театре получается довольно успешным. Он один из самых гастролируемых театров приморской сцены Мариинки. Мне кажется, что это хорошие перспективы и, безусловно, надеемся, что это действительно будет той жемчужиной, которая будет озарять весь Тихоокеанский регион. Сейчас основные работы сосредоточены на устройстве перегородок из газобетонных блоков, внутренней черновой отделки стен и полов. Параллельно монтируют инженерные системы, общеобменной вентиляции, автоматического пожаротушения и хозяйственно-бытовой канализации. В ближайшее время запланированы работы по устройству фасада и витражного остекления культурно-образовательного комплекса. Олег Завьялов, Диана Иванова, Новости на Восьмом.